Все на свете ты победай, как на Крымских берегах, Поевали наши деды и прославились в боях. Гимны любимой страны и легендарного города-героя дружно поют ученики. С ними на торжественной линейке родители, бабушки, дедушки и другие родственники. Вместе они – представители семейных династий, в разные годы окончившие одну и ту же, шестую севастопольскую школу. В руках плакаты с фотографиями и информацией, кто и когда выпустился из этих стен, а у кого еще все впереди. Наша династия началась именно с меня. В 1995 году и по 2002 год я училась в этой школе. Самая прекрасная школа корабельной стороны, это действительно. А далее мой сын, Коломен Андрей, учился в этой школе и закончил ее в этом году, в 23-м. И сейчас учится второй наш сын, кучурук Артем, в третьем классе. Вот этот портрет – это мой дядя, который крестный дядя. Он учился в этой школе, очень любил химию. И вот на этой фотографии изображен мой младший брат, который до сих пор обучается в этой школе. Я учусь в этой школе с первого класса, и мне здесь очень нравится. На проект, посвященный семейным династиям, предоставили 85 плакатов. Все они украсили стены школьных коридоров. Необычную выставку приурочили к юбилею образовательного учреждения. В этом году ему 125. Поздравления дети и взрослые принимают в начале новой учебной недели. Родную школу приветствует Сергей Бездольный, выпускник 1994 года, а ныне – директор департамента внутренней политики Севастополя. Я здесь учился, здесь учился мой отец, здесь учатся мои дети. Мы династия, мы гордимся, что мы учились в шестой школе и учимся в шестой школе. Вы знаете, мне очень нравится определение нашей страны, России, как семья семей. В этом есть глубокий смысл. И если семья подобна дереву, и ветви могут расти в разные стороны, то корни всегда в одном месте. Корни всегда вместе. Это место школы. А вот тоже история в лицах выпускники разных лет. Вот, например, 1957 год. Это уже 65-е, далее 70-е и 80-е годы. Все эти снимки хранятся в архиве школы, а по важным датам их включают в музейную экспозицию. Это традиции школы, это память, то, чем сильно наше государство. Это семья. Поэтому для школы, для каждого педагога, для каждого ребенка это очень важно. Здесь каждый человек легендарный. Вы знаете Веру и Витю Снитко. Вы знаете наверняка о Юрии Роцкой. Это самый юный партизан. Ему было 13 лет, когда он вместе с родителями ушел в партизанский отряд. Экскурсию для школьников и почетных гостей проводит опытный педагог Вера Богатикова. Говорит, конечно, о важном проекте, который знакомит с разными периодами в судьбе учебного заведения. О них в данном случае повествуют не стены или стенды, а окна. Окна истории. Мы разделили период истории нашей школы на дореволюционный, довоенный, военный, послевоенный и современный. И дети под руководством учителей, вы можете увидеть это на окнах, сделали такие вырезалочки, приклеили к окнам и поставили планшеты. Тоже пять планшетов, которые показывают форму разных периодов. Первые упоминания о школе в печатных публикациях датируются 1898 годом. Учебный корпус тогда работал при храме Александра Невского, который до наших дней не сохранился. В 1910-е это было второе женское Алексеевское, затем Некрасовское училище. А с 1917-го образовательное учреждение стало школой номер 6. Еще один корпус к ней пристроили в конце 50-х. Имена известных выпускников, героев Великой Отечественной Александра Багрия и Николая Лунина носят улицы Севастополя. А в самой школе сегодня 1116 детей и подростков. Есть и кадетские классы. У нас кадетские классы органов внутренних дел. На сегодняшний день это из 25-11 классов 16 кадетских, 479 учеников. Шестая школа всегда отличалась своим патриотизмом. И наш проект кадет органов внутренних дел – это тоже воспитание патриота своего города, своей страны. Патриотизм, безусловно, объединяет, уверены наставники. И о том, что значит быть вместе, юному поколению рассказывают не только на разговорах о важном. Все для того, чтобы как можно надежнее привить правильные ценности и любовь к Отечеству. Анастасия Синица, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя.